Итак, ситуация на Украине продолжает вызывать обеспокоенность развития ситуации в этой стране. При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружие Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе. Число нарушений режима прекращения огня с момента подписания в июле 2020 года дополнительных мер по его усилению вплотную приблизилось к 90 тысячам. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киева на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Продолжается использование беспилотников. Недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. 2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному регулированию фактически зашли в тупик. Состоявшиеся в период с 7 по 8 декабря очередные заседания контактной группы ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно. Ничем они не завершились. Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку регулирования на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе. Подобные действия направлены в том числе на то, чтобы отличь внимание обывателей, граждан Украины от внутренних проблем. В стране сохраняется высокий уровень теневой экономики, который, по данным самих, собственно, украинских властей, поднялся до 31% ВВП. Наблюдается масштабное уголь населения, по оценкам экспертов Организации Объединенных Наций, к 2050 году. Опять же подчеркну, это не российские показатели, это не российская статистика, это статистика Организации Объединенных Наций. Население Украины сократится до 35 миллионов человек. На фоне разгула националистических движений, действительно вызывает тревогу информация, опять же, самой Генпрокуратуры Украины, о том, что в стране в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия. Параллельно украинские власти расширяют законодательную базу, которая подрывает Минские соглашения. На прошлой неделе мы об этом подробно говорили, обращали внимание на законопроект о допуске на территорию Украины в следующем году иностранных вооруженных сил. Это прямо противоречит пункту 10 комплекса мер. Он предусматривает вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины. Не снят с повестки дня и законопроект о государственной политике переходного периода. Он, напомню, хотя мы много об этом говорили, но еще раз подчеркну, предусматривает вместо особого статуса Донбасса военно-гражданскую администрацию, ну а вместо амнистии, как это принято теперь на Украине, люстрацию. В Киеве взялись теперь уже из-за украинцев, которые имеют российское гражданство. 2 декабря президент Украины внес в Верховную Раду законопроект об изменении закона о гражданстве Украины. Согласно этому закону вводятся штрафы и даже ограничения свободы для украинцев, которые приняли гражданство России. Вместе с внесенным летом этого года законопроектом о автоматической потере гражданства Украины в случае получения гражданства Российской Федерации новая инициатива, грубо нарушает права миллионов жителей страны. К сожалению, западные кураторы киевского режима продолжают или покрывать, или в принципе впрямую просто поощрять невыполнение комплекса мер и оправдывают деструктивную линию Киева в отношении жителей Донбасса. Также они продолжают игнорировать массовые нарушения прав человека и, безусловно, набирающие оборотные нацистские тенденции. Своими действиями они просто вредят прежде всего гражданам самой страны и украинской государственности, хотя бы тому, что от нее осталось. Мы призываем Киев отказаться от саботажа Минских соглашений, прекратить массовые нарушения прав человека, как обеспечить неукоснительное соблюдение верховенства закона. Мы рассчитываем, что наши западные партнеры, а также профильные международные организации будут стимулировать украинские власти к выполнению этих приоритетных задач. В словах пресс-секретаря Комиссии Петра Стана об обеспокоенности ЕС в связи с возможной эскалацией конфликта между Россией и Украиной. Напомню, 6 декабря он, комментируя публикацию Financial Times, сказал, что, цитата, несмотря на то, что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины. Мы очень серьезно к этому относимся и за последние несколько недель уже заявляли, что мы располагаем и получаем очень тревожные информации. Вы знаете, почему смеюсь, потому что когда журналисты только приступают к освещению международной проблематики, допустим, выпускники вузов или люди, которые перешли к международной повестке из других сфер, студенты, практиканты тоже в информационной среде, которые планируют работать, задают вопрос, что такое информационная компания, а что такое информационное противоборство, а что такое, допустим, информационное воздействие и так далее. Ну вот, собственно, оно и есть. Массирована информационная атака, которая идет из нескольких источников. Такая, знаете, с одной стороны информация, которая идет по вертикали, сверху вниз, и потом растекается по горизонтали с использованием представителей государств, с использованием неправительственных организаций, гражданского общества и, конечно, средств массовой информации. Вот был запущен тезис о якобы российском вторжении на Украину. Все это было не просто запущено, а мы видели, как по ролям, и видим, как по ролям разыгрывается вся эта драматургия. И напомню то, о чем мы говорили, ведь поначалу даже в Киеве не подтвердили и выпали, так сказать, из этого информационного поля. Помните, да, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, это, кстати говоря, было в интервью Радио Свобода 2 ноября, назвал такие сообщения дезинформацией. То есть слаженно не сработали на том конце провода. Потом, правда, украинские власти тут же себя поправили и, перебувшись в воздухе, моментально сказали о том, что да-да-да, есть такая российская угроза, мы чувствуем, плохо нам, помогите, дайте денег, дайте оружие и вообще что-нибудь такое сделайте. Вот это из того же самого ряда высказываний, которые вы процитировали. Если вы помните, была еще такая статья 6 декабря в Financial Times, которая рассказывала о давлении, которое оказали США и ЕС, чтобы переломить скептическое отношение к этим инсинуациям, вот с воздействием на Россию, впрочем, не получилось. Зато теперь можно раскручивать миф о том, как США якобы остановили будущую новую войну в Донбассе. И, правда, тем, кто будет на эту тему писать, в таком ключе хочется посоветовать, взять такую сносочку, вот эту же войну они сами и придумывали. Я имею в виду возможность российской агрессии и все, что с этим связано. Правда, является то, что войну в Донбассе против своих же сограждан, причем дважды, в 2014-2015 году, начинали украинские власти, а за ними стояли их западные кураторы. А правда еще заключается в том, что на протяжении многих лет киевский режим, вооруженные силы Украины стреляют, сбрасывают, снаряды подрывают, проводят диверсии, блокады своих собственных граждан. Вот это тоже правда. Правда, она такая не очень удобная, она не вписывается в общую картину, которую на Западе рисуют. Наша страна последовательный сторонник мирного регулирования внутриукраинского конфликта на основе закрепленного в 2015 году резолюции 2202 Совета Безопасности ООН Минского комплекса МИР. Мы вновь рекомендуем всем его прочитать, с ним ознакомиться, а потом сопоставить с тем, какие действия предпринимают и реализуют на практике в Киеве при поддержке западных партнеров. И задаться вопросом, кто собственно что не выполняет, и кто является агрессором, и кто вообще подрывает весь план мирного регулирования, в основе которого лежит резолюция Совета Безопасности ООН, включающая Минские договоренности, и обязательная для выполнения всем международным сообществом. Что касается ЕС, напомню, Брюссель не является участником процесса урегулирования внутриукраинского конфликта, но при этом несет свою долю ответственности за эскалацию в 2013-2014 году гражданского противостояния в этой стране. Это тоже не очень удобная правда, которую в Брюсселе пытаются не помнить или вообще забыть. За поддержку агрессивных националистических кругов, которые инициировали в феврале 2014 года государственный переворот, вот за это тоже выступали представители Брюсселя. За силовое подавление поддержанными Евросоюзом новыми властями Украины мирных граждан, которые были не согласны с государственным переворотом, несут они ответственность за отказ от построения на Украине подлинно демократического, инклюзивного общества в интересах всех украинских граждан, вне зависимости от их этнической принадлежности, родного языка. Вот за это за все действительно ЕС мог бы и отчитаться, потому что несет прямую ответственность, потому что эмиссары Брюсселя были на так называемых Майданах, они воодушевляли тех, кто совершал антиконституционные перевороты, напомню, это был не только 2014 год, но и ранее. Они делали все для того, чтобы не замечать, как нарушаются не просто права, а как убивают людей на Украине, которые пытаются отстоять эти права. Претендуя на некую серьезность, ЕС на деле не только не способствует миру в Донбассе, но просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта. Если вы помните, так это записано в совместном заявлении по итогам саммита ЕС Украина в Киеве в октябре текущего года было. Также разжиганием занимается Брюссель, подталкивая Киев к пересмотру комплекса мер. А я напомню, это безальтернативная основа для урегулирования. Все это безответственно, так не ведут себя ни сторонние наблюдатели, ни сочувствующие, ни партнеры. Опять же, будь Брюссель нейтральной стороной, как, собственно говоря, сейчас это и есть, или будь сочувствующей стороной, так себя вести нельзя. Потому что это, понимаете, за словом усугубляет ситуацию, стоят жизни конкретных людей, вот этого самого гражданского населения, обычных, женщин, детей, стариков. В общем, мужчины тоже ничем не хуже. Нужно не нас поучать, а нужно все-таки проанализировать собственные действия, прекратить игнорировать факты и нести ответственность за то, что сотворили. Вот над этим всем, мне кажется, пресс-секретарю нужно подумать из Брюсселя, а не идти дальше в каких-то выдумках с сомнительными политическими целями. Продолжение следует...